МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Столетие Дагестана в статусе республики. Регион празднует свой вековой юбилей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мелиорация канализации. Почему чиновники допустили попадание грязных стопов водопровод, выясняет следствие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пистолет внутри фена. Дагестанские таможенники не дали себя перехитрить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня исполняется ровно 100 лет с тех пор, как был принят декрет, утвердивший образование Дагестанской автономной Советско-Социалистической Республики в составе Российской Федерации. В республике проходят масштабные мероприятия, посвященные этой дате. Поздравил дагестанцев с пиковым юбилеем республики и президент России Владимир Путин, отметив историческое наследие региона и доблесть его жителей в борьбе с международным терроризмом. Телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля. На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим, передается из поколения в поколение, отметил Путин. Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России, подчеркивается в послании президента. Сергей Миликов наградил видных деятелей Дагестана в честь юбилея республики. Более 30 известных дагестанцев, внесших весомый вклад в развитие региона, удостоились медалей и почетных грамот. В их числе представители Совета старейшин, врачи, учителя, руководители религиозных организаций. В числе отмеченных наградами и муфтий Дагестана Ахмад Хаджи Абдулаев. Достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность набреждаются. Медалью за доблестный труд Абдулаев Ахмед Магалинович, муфтий республики Дагестан. Сергей Меликов отметил, что дагестанцы искренне гордятся теми, кто послужил процветанию республики своими трудовыми и ратными подвигами, созидательными делами, прославлял родной край, храня и приумножая наследие предков своим мужеством, упорством и трудом, вписывая славные страницы в историю горного края. Вековой юбилей республики отмечают во всех городах и районах Дагестана. Торжественные собрания и концерты, выступления ансамблей национальных коллективов и известных артистов и слова поздравлений. Одной из главных площадок праздника стал Дворец спорта и молодежи имени Алиалиева в Каспийске. Здесь прошли масштабные торжественные мероприятия, в которых приняли участие в Рио главы Дагестана Сергей Меликов и полномочный представитель президента России ВСКПО Юрий Чайко. Сегодня Дагестан – это стратегически важная территория России с весомым экономическим и туристическим потенциалом, активно развивающейся социальной сферой. В мире и согласии самой многонационной республики нашего государства проживает свыше трех миллионов человек, чьим самоотверженным трудом создаются современные успехи региона. От всей души желаю вам благополучия, счастья, добра и новых достижений во благо Республики Дагестан, Северного Кавказа и России в целом. С праздником, дорогие друзья! Сюрприз для дагестанцев от Первого канала. В честь столетия нашей республики в эфире передача «Доброе утро» показали сюжеты Дагестана. Миллионы зрителей по всей стране познакомились с нашей культурой и красотой. Ведущих впечатлили сказочные красоты Дагестана, богатого живописными местами и кавказское гостеприимство. В Дагестане больше 40 национальностей. У каждого народа свой язык, свои национальные костюмы, свои ремесла. Дагестанские таможенники пресекли попытку ввоза пистолета. Факт контрабанды выявили сотрудники дагестанской таможни совместно с сотрудниками управления ФСБ. Транспортное средство, следовавшее транзитом из Турции в Киргизию, остановили для проверки на Махачкалинском таможенном посту. В ходе досмотра грузового отсека среди 22 тонн товара народного потребления таможенники обнаружили части пистолета. Затвор, рамку и магазин без патронов. Затвор был сокрыт от таможенного контроля в корпусе промышленного фена. Магазин пистолета в носке, подстелька и спортивные обуви, перевозившиеся среди других товаров в грузовом отсеке. По факту возбуждено уголовное дело. На директора Минмельеводхоза Дагестана завели уголовное дело. Следствие установило, что действия чиновников привели к ухудшению качества воды, подаваемой жителям Каспийска и Избербаша. Из-за несвоевременной очистки русла реки Толгинка от мусора после продолжительных дождей река вышла из берегов. Потопленной оказалась часть территории Ленинского района Махачкалы. При этом, как считает следствие, директор компании знал, что в реку поступают канализационные источные воды, а контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием речной воды не осуществляется. Чтобы уменьшить объем воды, подозреваемый организовал сбор воды из канала в озеро Рыбье. Поэтому в дома горожанам начала поступать вода с превышенным содержанием бактерий и химических веществ. Из-за угрозы массового отравления каспийчанам запретили использовать воду из-под крана. И тысячи жителей на долгое время остались без воды. Следственным комитетом Дагестана возбуждено уголовное дело в отношении жителя Махачкалы, который подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в 2020 году в Махачкале мужчина незаконно оборудовал помещение для проведения игорной деятельности и организовал проведение азартных игр, заведомо зная, что Махачкала не входит в число игорных зон. Незаконная деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По делу проводится комплекс следственных действий. На развитие Махачкалы направят около 2,5 миллиардов рублей. Именно столько заложено в программу благоустройства столицы Дагестана до 2024 года. Основная часть средств поступит из бюджета республики. Планируется благоустроить парк имени Ленинского комсомола, территорию Ильтавского леса, скверы борцов революции имени Фазуалиевой и другие общественные пространства. Самым затратным же из крупных проектов станет благоустройство побережья и строительство дороги в редукторном поселке. Это почти 750 миллионов рублей. Минстрой Дагестана поможет людям не ошибиться при выборе застройщика. В республике создан реестр строительных компаний, которые обратились в министерство с извещением о начале строительства. Он опубликован на сайте ведомства. Эти объекты находятся под надзором управления госстройнадзора, что говорит о добросовестности застройщика. Покупатели квартир новостройки также могут проверить все данные на портале госкорпорации дом.рф. При помощи данных на сайте люди смогут узнать о текущем этапе строительства и проверить наличие документов. Два дома на сумму в полтора миллиона рублей получили вдовы с детьми от благотворительного фонда Инсан. Халимат и их одежат с детьми буквально остались на улице без какой-либо надежды на собственный угол. И только в фонде Инсан взяли их под опеку и включили нуждающиеся семьи в программу «Я опеку». И вот через два года на средства неравнодушных людей удалось собрать необходимую сумму для возведения домов. Мы начали строительство с возведения фундамента, стены и до такого состояния возвели. То есть для семьи осталось провести только внутренние работы. Коммуникации проведены, свет проведен, а также отопительная система. Осталось за семью только подключить котел. Все это стало возможным благодаря тем перечислениям, ежемесячным финансовым перечислениям опекунов, команде опекунов, которые, объединившись, сумели не только этот дом завершить, но у нас есть еще другие объекты. И только если за 2020 год, говоря, папка с надписью «не нуждается», пополнилось таких семей уже 14. Стать опекуном и участвовать в программе может каждый. Даже люди без высоких доходов и особого социального положения. Из Уфы впервые открылись рейсы в Махачкалу. Перелеты осуществляет авиакомпания «Ир-Айро». Воздушные суда будут летать один раз в неделю по вторникам. Время в пути составляет около двух с половиной часов. Стоимость билета в одну сторону от трех тысяч рублей. Теперь жителям Башкирии станет ближе Каспийское море. Туристы смогут увидеть живописные горы Кавказа, древнейшую в России цитадель на рынке Лавдербенте. Единственный в стране лиановый лес, затерянные в скалах горные аулы и многие другие удивительные достопримечательности нашего края. Минспорт Дагестана возобновил проведение календарных физкультурно-спортивных мероприятий при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Так, накануне в Хасавюрте стартовало республиканское первенство по вольной борьбе среди старших юношей. Соревнования проводятся без возможности посещения их болельщиками. На трибунах участники и тренеры, которые прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. У всех должны быть справки. Без справок никто не проходит. Следующий официальный турнир чемпионата Дагестана по тайскому боксу с 22 по 27 января. Также примет Хасавюртовский дворец спорта имени Гамида Гамидова. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин